ребятки всем привет это второе видео о надежных автомобилях вообще-то еще это третье уже видео если брать видео на основном канале но на лайв канале это второе и меня побудило снять такая огромная реакция на первое видео что она уже набрала почти там 70 тысяч просмотров не почти 70 уже идем к сотке уверенно это много комментариев и и также критики это совершенно нормально люблю критику потому что критика иногда хорошая критика она рождает изменения по поводу надежных авто то видео снял я в двух словах о чем она была там она была длинная многие жаловались только воды так нудно ребята если вам нужен супер оратор пожалуйста ну есть каналы где там крутые супер ораторы я здесь преследует цель не не только быть крутым супер оратором но и делиться информацией которую я на работу за несколько лет с кота и катаясь эксплуатируя разные автомобили и немножко анализируя эти же автомобили и так то видео я снял о том что есть надежные автомобили есть ненадежные но это понятие не совсем такое объективное потому что каждый автомобиль имеет свои минусы плюсы надежности ненадежности и так далее но я свел все к тому что есть конструктивно сложные автомобили типа допустим вагов да там ну volkswagen там слушайте это знак был это знак был то что я сказал правду конструктивно сложные автомобили даже камера отпала смотрите есть допустим там bmw mercedes и так далее так далее audi вот эти автомобили из-за их конструктивности я сказал то что они не то чтобы менее надежные просто они более будут требовательны и прихотливы к обслуживанию ремонту и так далее есть конструктивно простые интуитивно понятные автомобили типа всяких там не знаю рено там логан условно я не говорю что это хороший автомобиль не надо меня сейчас не надо цепляться за эти слова вы иногда как хищные звери которые сидите и ждете что сейчас только скажи дай мне повод зацепиться но классная кстати стратегия жизненная но давайте ее немножко оставим смотрите есть конструктивно простые автомобили то есть допустим та же там toyota да там не знаю nissan они попроще там атмосферники в основном там где-то полноценные автоматы где-то конечно и вариатор есть и так далее но вот эти конструктивно более простые понятные автомобили естественно даже более старых годов они будут не то чтобы надежней они будут менее прихотливей то есть то видео было об этом я свел все к этим двум понятиям что конструктивно сложный автомобиль он будет просить проще автомобиль будет вот и что вы хотите отталкиваясь от этого да но конструктивно сложный автомобиль даст комфорт который не даст простой автомобиль это очевидные банальные вещи я не открыл сейчас слену но тем не менее вот хорошо и теперь да что мы сделаем в этом видео повторяться я я уже повторился но я отвечу на комментарии которые были к там к тому видео и как-то постараюсь их прокомментировать скажем дать обратную связь вам потому что ну как бы разобраться очень интересно ну как бы с одной стороны вроде бы все правильно с другой стороны часть людей она горит ну типа чё тут как-то нет не совсем все правильно ну хорошо человек пишет кстати один из ну самый кстати популярный комментарий он набрал 50 лайков по мне так лучше на логане и по странным разным по странным разным летать отдыхать чем на бмв 7 2000 года и все деньги тратить не на отпуск а на авто знаете я отчасти согласен с этим человеком почему но не отчасти даже наверное на 90 процентов и с ним согласен потому что моя жизненная позиция наверно близка к этому я это не значит что это правильно то нет понятия сейчас в этом видео правильно неправильно из понятия лично просто субъективно мое мнение осуждения и есть почему я согласен я блин извиняюсь устал эти оговорки постоянно делать потому что из-за того что многие люди начинают сразу кита хейтить а мне пофиг хейтить и короче я не со я согласен с ним потому что лучше я буду вкладывать деньги в себя свое образование развитие расширение кругозора отдых семьей время нежели ремонтировать автомобиль в сервисе то есть а допустим пусть я буду да на простом марш на простом машине на простом автомобиле но я блин ну я слетаю в какую-то страну отдохну но я куплю себе хороший ноутбук но я куплю себе хорошие книги но я куплю себе хорошую одежду ну да лучше чем я буду на бмв да я буду в хорошем автомобиле, но это будет BMW которая 2000, ну 2000, ну ладно 2005 года, но при этом всем я туда буду вливать, блин по нормальной сумме но это не факт, что я буду туда вливать это просто предположение относительно такого возраста автомобиля потому что все-таки уже 2018 год и машина 2005 года это 13-летняя машина поэтому я вот солидарен с этим мнением, но оно тоже может быть оспорено дальше, а тут я кстати читаю хотел выбрать каверзные комментарии, почему-то получились хорошие вроде старался каверзные ну ладно вот, хороший вопрос кстати тогда вопрос, сложные машины на вторичке больше теряют? хочу кре эту новую 1.4 я так понял, это цена или, ну там, Nissan Qashqai полный привод SE со всеми скидками 1.450 устраивает внешний вид, интерьер, ну отталкивает вариатор хочу поездить 5 лет и продать кто больше теряет на вторичке останется ликвиднее надеюсь на ваш ответ спасибо вот, видно, что человек очень так, да, пользователь новомосковский вот смотри, пользователь новомосковский вопрос понятен что больше теряет, сложные или простые? конечно, сложные больше теряют потому что, ну посмотрите на потерю в цене, допустим тех же самых BMW и этих же годов возьмите, к примеру, Toyota ну давайте там, к примеру BMW X5 и Toyota какая-нибудь ну там, Prada слушайте BMW X5 Toyota Prada там, блин пятого года какого-нибудь шестого они стоят там нормально будет от миллиона и выше BMW X5 пятого года ну вы знаете сколько стоит там можно в районе 500, наверное, взять то есть потеря, конечно чем машина, скажем надежнее, да проще в обслуге и так далее антикризисный вариант он всегда будет сохранять в стоимости больше потому что это это ликвид то есть людей среднего класса в нашей стране ну не среднего, скажем ладно, среднего сейчас вы опять прицепитесь к среднему классу я подразумеваю по средним классам ну тот средний класс который есть в нашей стране то есть не самые ну там, да, вот нищие люди я не говорю в мировом порядке там, по сравнению с Европой Америка и так далее это разные вещи я говорю про нашу страну то есть у нас средний класс я имею в виду, что люди которые ездят там на Солярисах на там Тойотах каких-нибудь и так далее гораздо их больше нежели людей которые ездят на премиальном сегменте ну то есть и соответственно эти машины будут более ликвиднее более продаваемой ну короче поэтому крета в цене потеряет меньше чем сложный автомобиль вот ну вот человек пишет хорошо говорит тема интересная ну вот у меня были Хендай, Мазда, Камри, Ауди и много всего я точно так же умничал и говорил что Япония супер пока не купил АМГ АМГ ну АМГ типа, да по-русски АМГ точнее по-украински какой-нибудь будет пакет а с АМГ пакетом то есть ребята которые мне дают такой кайф от вождения не объяснить ну короче он ночью в гараже а я уже скучаю по нём хорошо смотри по поводу кайфа я с тобой согласен на сто процентов я ездил на 63 допустим МЛК там АМГ это кайф я с тобой сто процентов согласен и более того да по поводу умничать понимаешь когда ты говоришь только для себя это один момент но когда ты мы-то общаемся на большую аудиторию и я понимаю то что если я сейчас скажу короче пацаны АМГ бомба короче берите только АМГ но знаешь какой-нибудь человек который неопытный имея последние деньги купит себе АМГ на эти деньги и потом в один прекрасный момент приедет в какой-нибудь сервис и ему скажет тебе надо обслужить машинку так тысяч под 100 рублей вдруг он тут поймёт что АМГ или он повредит себе какой-нибудь обвес который надо ему заказать потом чтобы оригинал поставить ему какой-нибудь обвес чтобы его машина в цене хотя бы там ну ладно из обвеса она не потеряет но вы поняли да отремонтировать он потом вдруг разочаруется в каких-то советах я стараюсь быть ну немножко разносторонним в плане аудитории это раз второй момент АМГ конечно даст кайф да он даст кайф я согласен я не говорил то что Мерседес или БМВ даст кайф она даже вполне кстати Мерседесы вполне надёжные автомобили и я бы даже рекомендовал к покупке какую-нибудь Мелку дизельную почему нет 5.5 двигатель вообще очень самый наверное один из надёжных Мерседесов Мерседесовских двигателей мне он очень нравится несмотря там на налог или расход и так далее но но тут я не согласен с тем что тут знаешь как бы вот теперь всё фигня Тойоты и так далее вот АМГ огонь по поводу кайфа возможно ну по поводу практичности я посмотрю на тебя когда у тебя извиняюсь что на ты когда ну давайте на вы ладно когда у вас будет подсос ну вы понимаете с деньгами ну и вы поймёте что АМГ нужно резко продать а порой вам скажу АМГ не так быстро и резко продаётся как того бы хотелось но я за АМГ если что я хочу и я бы с удовольствием не отказался от АМГ дальше идём так и последний комментарий едет это к тому видео я ехал на тот момент на Ягуаре XF едет на Ягуаре и говорит о надёжности у меня был такой в нём только запах кожи лучший из всех авто ты друг в авто ничего не понимаешь тут бла-бла-бла а за качество спец за качество ну типа короче комментарий вы поняли да о чём что едет на Ягуаре и ещё раз скажет о качестве и надёжности во-первых давайте не брать контекст на чём я тогда ехал потому что друзья так как мы снимаем на разные автомобили обзоры бывают те машины которые мне скажем доверяют мои товарищи друзья да у меня есть друзья которые мне могут доверить автомобиль покататься на несколько дней и в этом ничего кстати нету такого ну обзаводитесь такими друзьями я вам скажу это хорошо иметь дружбу я не говорю из-за материальных ценностей но просто если тебе друг дал на обзор машину и ты ему там оставил свою другую и он тебе дал покататься на ней а почему нет ну то есть это совершенно нормально в современном мире да и в любом это раз второй момент что это не значит что я купил себе автомобиль там Jaguar и рассказываю о надёжности нет Jaguar я не считаю одно из самых надёжных автомобилей более того я считаю что Jaguar вообще относительное понятие там даже комфорта и надёжности он классная машина комфортная и дизайн прикольный мне нравится но по надёжности там есть свои приколюхи вот по поводу спеца ну знаете я вообще я считаю глупо считать себя ну не профессионалом а таким знаете законченным профессионалом то есть я всё знаю не надо меня учить я читаю ваши комментарии я многому учусь у вас и я не считаю себя профессионалом потому что если я таковым себя посчитаю в полной мере этого слова я перестану учиться я уже ну мы не то что я мы с Владимиром своим другом вы его видите на основном канале я здесь больше снимаю просто так как я камерой завладел камерой и больше снимаю на экшн камеру а что я хотел сказать а мы разбираем мы анализируем мы разбираемся мы пытаемся понять автомобили да их конструкции и так далее и поделиться этим опытом с вами в видео мы не стараемся сумночить и сказать что это только так и вот это правда а всё ложно поверьте это очень опасное мышление когда ты говоришь только я говорю правду а всё остальное ложно можно остаться в жизни даже одному так и быть аскетом хотя кому-то комфортно поэтому нет я не спец и не кичусь этим вот ну отвечая на твой комментарий что я типа спец нам и так далее нет я объективно стараюсь подходить к вопросам вот друзья всё ответил на комментарии супер пишите ещё напишите в комментариях на ваш взгляд как вот просто марку допустим давайте сделаем такой просто как флешмоб напишите марку которую вы считаете одна из самых надёжных просто напишите марку там не знаю Mercedes BMW Renault Toyota там чего угодно напишите Mitsubishi напишите ваше мнение всё всем пока до встречи субтитры